здравствуйте дорогие друзья рад вас снова приветствовать на нашем канале youtube посвященным урокам рисования меня зовут минеев иван александрович являюсь ведущим художником педагогом художественной студии открытий и сегодня мы пишем маслом подснежники очень такие красивые нежные цветы а запах просто вот действительно напоминающие пробуждение весны и так пишем с натуры и от как раз сейчас живым кадром демонстрирую как у нас будет располагаться подснежники их поместил вот такой вот горшок можно теперь вам сделать вазе сделать в каком-то другом предмете как все это на вашем усмотрении и так контурной линии я намечаю эскиз располагаю относительно форма листа горшочек и букет на подснежников взял один холст выдавил краски на палитру и основные желтые белила зеленые нам понадобится коричневые синие оттенки цвета может быть выдавите голубой цвет вот тоже он понадобится и в первую очередь мы отделяем весь букет от фона для этого мы на палитре берем коричневый марс добавляем туда можно охру чуть-чуть красный цивили кадми красный и тщательно перемешать может чуть чуть черный добавить для того чтобы он был темный и с одной стороны у нас мы делаем максимально темный фон а с другой мы чуть-чуть переходящие в светлый то есть правой стороны на тонированном холсте очень приятно писать так как создается уже цветовая среда натюрморта и лучше выявляется цветовые соотношения то есть вам не нужно перекрывать белый холст и в общем то на это тратить очень очень много времени то есть можно заранее подготовить такой вот тонированный фон делается он акриловыми красками то есть можно туда добавить некий пигмент например там из акриловых красок тоже на мешать заранее и прогрунтовать холст подготовить его дать высушиться вот и уже приступить к работе и так с передним планом задним планом мы немножко с вами сделали то есть растяжку от темного к светлому до такие небольшие переходы вот а передний план и я предлагаю вам взять уже теплые цвета и и задать немножко передний план теплого цвета приблизить этот план к нам и посмотрите внимательно как у нас дальний план фона переходит в ближний план то есть такими аккуратными мазками мы немножко чуть-чуть растушевываем границу у нас у нас не четко становится и вот очень такой плавный переход идет все за счет чего за счет именно теплого цвета и плавно переходящий в холодную цветовую гамму самое главное на этом этапе не спешите все мы делаем так как необходимо это делать почему потому что если вы будете нарушать процедуру до такого поэтапного рисования то может у вас получится грязь и некие слои могут перемешаться с друг с другом что вызовет такие немножко отрицательные эмоции вот посмотрите с одной стороны с правой стороны там где у нас якобы тень да мы немножко такую подсветку делаем затем берем белила и прокрываем весь силуэт цветов белой краской конечно существует множество различных способов написания подснежников ну вот я вам демонстрирую вот такой вот способ может быть для кого-то он будет понятным вот может быть вы какой-то свой путь выберите в принципе в изобразительном искусстве очень множество различных подходов и у каждого мастера свое видение представления как вести эту работу мы будем писать кистями и мастихином вот тоже я вам сегодня покажу красочку белила я немножко добавляю желтый цвет то есть не беру полностью били белый цвет да то есть постарайтесь все же цвет который вы используете все же немножко добавлять оттенки цвета тогда он у вас будет приятным благородным сложным в это время марте начале марта очень сложно найти подснежники живые вот ну вот по счастливой случайности проходил метро и в общем-то женщина продавала букет свернутый в лист подснежников я был удивлен и сразу же купил на вот потому что в общем то это достаточно такая большая редкость ну что я зашел вот в цветочный магазин и спросила что это все в продаже подснежники не сказали нет если есть то это очень дорого будет стоить на заказ итак следующим этапом когда вы проложили белую массу цветов мы сейчас вот так вот кистью посмотрите внимательные плашмя у так накладываю формируем силуэт пятна да силуэт букета так как у подснежника немножко вытянутые лепесточки да и их достаточно там три или четыре да то вот они как раз выглядывают через силуэт да и формируют вот такую как будто шапку меховую постарайтесь цвета брать чистые если смешивается немножко с фоном это ничего страшного это даже к лучшему так как мы с вами понимаем что среда активно воздействует на сам букет да то есть он как бы погружается в среду вот верхние лепесточки закладываем очень важно вам скажу что очень важно когда вы пишете букет и выделяйте какой-то акцент да то есть делайте композиционный упор вот у меня в частности вверху он будет то есть вот эти два цветочка они как раз будут и немножко держать сам весь букет да то есть дайте возможность в букете прорисовать хотя бы несколько цветов но достаточно такого показного плана да так чтобы зритель узнавал а какой вы цветок пишите потому что белом опять же на белом очень сложно выявить да вот характер подснежников особенно когда у нас вот такой вот пышный букет и так теперь мы закладываем листву листва у подснежников вытянуть такая очень тонкая вот и закладываем маски цвета именно вот чуть чуть выше постарайтесь не перегружать маски класть их по форме если сложно писать по видео урокам возьмите в интернете какую-то ну может быть иллюстрацию до красивую вот с подснежниками и попишите выполните вот эти все те необходимые этапы которые я вам показываю ну что может быть не все хорошо и быстро схватывают по видео урокам да и так вот мы распределяем листву и и прописываем верхние части листвы не перегружайте листвой не забивайте опять же сами белые лепесточки да вот и посмотрите я немножко как раз таки наложил цвет такой полутеневой то есть дополнительные мазки для чего это делается для того чтобы когда вы будете уже прописывать самые светлые до лепестки то будет контраст а когда белое все белое то конечно мы не видим с вами контраста и в результате все сливается вот тут вот у многих вот такая ошибка возникает лепесточки нужно писать в них очень много цвета много различных переходов цветовых и так вот сейчас на данном этапе можно заняться выписать как цветы то есть покопировать буквально до увеличить допустим картинку и подписать на этом букете конкретно цветы расположение лепесточков характер самих бутончиков да то есть вот придать уже такой живой облик характерный облик если у вас есть любовь к деталям то вот как раз можно выбрать несколько цветов особенно которые расположены на переднем плане и очень тщательно их прописать для того чтобы зрители полюбовался до цветами и узнал их опознал все цветы не рекомендую прописывать хотя бы часть да очень важно вот посмотрите внимательно силуэт подобрать до чтобы у вас был он более такой конкретной натурной они размыты и а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В букете очень много деталей, очень много различных переходов Тут нужно просто набраться терпения, пописать, выписать Углубиться в познание именно формы цветка, пописать Вот я как раз взял мастихин и, посмотрите, внимательно закладываю Такие верхние мазочки цвета, да, лепестков Потому что кистью это можно сделать, но вот мастихин Дает возможность такую фактуру придать, да, то есть больше Объемность Мастихин я использую такой вытянутой формы Еще и называют формы рыбки Беру на кончик кисть мастихина краску И как бы прикладываю, да, прикладываю к лепесткам Но постарайтесь разнообразно, да, чтобы у вас разнообразные движения были Вот я как раз показываю Тоже постарайтесь не увлекаться, располагать эти мазки таким образом Чтобы они зрительно формировали листву или лепесточки, да, лепесточки самих бутонов, подснежников Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тут нужно чередовать мазочки кистями, да, то есть я беру круглую кисть И прямо по форме стараюсь класть сам мазочек, да Но посмотрите, до этого мы как раз создали ту необходимую среду Которая, как бы, дает возможность нам уже самому букету выглядеть объемно, да Вот, вначале, конечно, это необходимо сделать для того, чтобы на контрасте уже писать сами лепесточки Как раз показываю живой кадр Итак, с букетом мы пока... Вот, продолжаем писать Посмотрите внимательно, с одной стороны, вот справа я выделяю теневую часть Добавляю теперь мазки уже холодные Смотрите, какой контраст, да, возникает Добавляю теперь мазки уже холодные Добавляю теперь мазки уже холодные очень красивый букет вот как раз вхождение такого снежного холодного цвета придает подснежником такую очаровательность ну и конечно объем то есть сейчас мы будем еще дополнительно на контраст вытаскивать лепестки как раз мастихином сейчас опять же проходимся и даем возможность еще дополнительно расположить такие вот лепесточки и и вот какой очень красивый пышный букет подснежников стал да то есть очень как раз вот этот холодный цвет оживил до букет и 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 подбираем немножко фон то есть если вы где-то зашли где-то не только точно сделали то конечно очень важно где-то свести с фоном да немножко сами лепестки силуэт выровнять цветов вот посмотрите с одной стороны у нас в тени цвета с другой стороны на свету и и и вы наверное уже заметили что горшочек у нас слишком яркий такой вот сейчас мы постараемся его вписать также в среду натюрморта вот посмотрите внимательнее использую оранжевый цвет кадми желтый чуть-чуть где-то красный добавляю и немножко его делаем потемнее так чтобы он у нас не выделялся ну и конечно на этом этапе нужно придать объем а и это и и и в и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И посмотрите как красиво заиграл сразу же букет. Конечно, приоритеты мы больше ставим не фон, не передний план, не сам горшочек, а, конечно же, цветы Радио Атмосфера, сайт admoradio.ru На этом этапе постоянно идет учнение объема формы Если у вас где-то что-то криво, то подправьте Если где-то не точно получается, постарайтесь где-то разобраться, понять, скопировать Вот я создаю тень, тень от цветов Делайте их не конкретными, тоже немножко чуть-чуть размывайте Продолжение следует... Итак, завершая наш сюжет, мы дополнительно следим за объемом Дополнительно вводим элементы, например, как листвы То есть, посмотрите, вверху я как раз добавил Вот, и где-то по бокам чуть-чуть И сейчас мы попытаемся немножко уравновесить Не только верхнюю часть, но и нижнюю Попытаемся немножко представить, что у нас часть лепесточков упала вниз И каким-то образом вот чуть-чуть где-то вот они осыпались Для этого я хочу сказать, чтобы вы подумали, где вот часть вот Смотрите, как я это делаю Сначала мазочек накладываю несколько Вот так вот, красиво Вот один подснежник у нас на переднем плане лежит Вот бутончик показываем Вот так вот, красиво Веточку И дополняем еще немножко такими легкими движениями Мы стихийно дополняем еще чуть-чуть и лепесточка Вот они у нас здесь посыпались Так Посмотрите, как оживилась картина Вот и конечно такое бывает Вот и мы вот этот вот элемент как раз очень хорошо показываем Ну и передний план тоже чуть-чуть освещаем Показываем лепесточки в глубине Самое главное на этом этапе немножко дополнить все те элементы Которые мы видим в картине Вот для того, чтобы уравновесить зрительно еще этот сюжет Дополнить его каким-то нюансами, тонкостями Которые придадут вашему сюжету завершенность Там как раз в тени очень красиво, да Вот Уважаемые зрители, предлагайте новые сюжеты для написания мастер-классов Вот и если вам понравилось видео, ставьте лайки Вот, комментируйте Вот, спрашивайте Очень рад буду вам в чем-то помочь Разобраться Можете подписать картину Автограф поставить Вот, посмотрите, какой у нас с вами результат вышел Всем спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!